Вот такие силовые упражнения Ирина делает по два раза в день. Сначала опустить груз, а потом и поднять. Но такая физкультура никому не нужна, да и угроза перевернуть коляску слишком велика. И это не обман зрения, у каждого подъезда есть подъемники, вот только по факту это не более чем бутафория. Якобы они для инвалидов. Изначально поставлены, потом нам сказали, что эти подъемники вообще не должны стоять. На открытом, скажем так, воздухе, что они не предназначены для улицы, а только для помещений. И такое чудо техники стоит 394 тысячи без доставки и монтажа. Всего их пять, считайте сами. Правда, почти за два года, как сдан дом, они никогда не работали. Местные жители писали запрос в Аноука «Звездный городок», где им ответили, подъемники исправны. Вот только использовать их можно при температуре выше двух градусов. Но что делать остальные полгода, вообще непонятно. А не так давно произошел и вовсе странный случай. У нас в прошлом году один подъемник пропал. У нас имеется информация, что данный демонтаж осуществляла компания Ано ЖК «Звездный городок». Совместный застройщик. Мы подавали извеление неоднократно правоохранительные органы с просьбой разобраться в случившемся. Но нам было отказано в возбуждении уголовного дела. Заходишь в подъезд и здесь тебя опять встречает сплошная бутафория, которая может стоить жизни. Вот видите, у нас во всем доме отсутствует пожарная щита, отсутствует пожарная рукава. То есть в случае пожара, если придут пожарные, мы окажемся как бы без защиты. Идем дальше. И здесь пожарная сигнализация, которая приказала долго жить. Как уверяют люди, датчики огня на потолке раньше были, но они исчезли вслед за подъемником. Куда все испаряется, непонятно. Обитатели признаются, управляющая компания не готова идти с ними на диалог. «Звездный городок» нам достался по наследству от нашего застройщика. Но год назад они предоставили документы, что якобы часть собственников, конкретно две трети части собственников, заключили договор с нашей управляющей компанией. Хотя вы сейчас можете посмотреть, что у нас дом может быть на процентов 50 только сейчас заселен. Раз коммунальщики не идут к людям, мы сами отправились вместе с жителями в АНОУК «Звездный городок», которое, кстати, по-братски делит офис с ООО «Звездный городок». Но там нам были, мягко говоря, не рады. Никто никаких комментариев давать не будет. Так а что мы говорим? Вы от комментариев воздерживаетесь? Ну, хотите, вы говорите. Как видим, оборону управляющей компанией тоже держат вместе. О проблемах там якобы знают, но не считают это проблемой. Ну, а после нас и вовсе всех выставили за дверь. Освободите милищение, пожалуйста. Александр Ефанов, Вадим Нечаев. Наше время.